Собираемся на прогулку. Сразу видно, кому это больше надо. Мира, ты вообще собираешься, нет? Вот она отказывается идти, а у нас вот кто никак не уймется. Да подожди ты! Есть такой прикол, когда я пристегнула Тору, а сама хожу, еще чем-то занимаюсь, Тору решает, что пора бы ей самой себя выгулять, и она берет поводок, собирает его и идет ко мне. Сейчас попробуем отойти. Вот она несет его. Типа, ты че, веди меня? Да? Опять мы на поле, делаем свои дела. Ну, уже сделали, точнее, все дела. У нас сегодня прогулка будет социализацией. Центр. Ну, а перед ней мы, конечно, должны сходить в туалет, но я так понимаю, что Тора уже все дела сделала, потому что пока я колупалась в машине, она уже тут занялась опять мышами. Охотничный инстинкт у нее, конечно, развит очень сильно, но это как с лягушками то же самое. Она их пытается догнать, догоняет, конечно же, но а что с ними делать, в принципе, мы не знаем. То же самое коты. Агрессии у нее нету к животным, у нее только спортивный интерес. Кстати, про агрессии, про зооагрессию, которая часто очень встречается у таких пород, как стаффы, питы. Так вот, насчет зооагрессии. Зооагрессия как возникает? Зооагрессия – это врожденный, значит, охотничий инстинкт и врожденное свойство нервной системы. Это перевозбуждение. Так вот, если есть азарт и, и, значит, охотничий инстинкт, зооагрессии не будет. Вот как у Доры. Азарт у нее есть. Вот, то есть за азарт это не свойство нервной системы, это свойство характера. А вот перевозбуждение нервной системы плюс охотничий инстинкт, хорошо развитый, равно зооагрессия. Это, в принципе, все врожденное. Единственное, что азарт может, конечно, перейти в перевозбуждение, если изначально тренировать это, развивать. Азарт возникает сразу, потом включается, значит, инстинкт охотника. А вот, дальше ничего за этим не следует. А у зооагрессоров обычно включается инстинкт сначала охотничий, а потом уже включается и перевозбуждение, когда уже они находят, ну, то есть того, кого за кем гнались. Вот, но это обычно. Бывает, конечно, все вкупе. И сначала азарт, потом все вместе. Это уже, если не врожденное, сначала будет азарт, потом будет погоня, а потом уже будет, значит, перевозбуждение нервной системы. Естественно, пошло-поехало драть, рвать и все в этом роде. Поэтому тут очень важно понимать, какая собака изначально была зооагрессором, а какая стала ей. Потому что собака, которая становится зооагрессором, ее можно еще перевоспитать. Ну, точнее, сбивать азарт на ранних проявлениях. Тогда собака будет терпимо относиться к животным, может будет контролироваться. Не может, а будет контролироваться. А если это врожденное, охотничий инстинкт включается, а потом, соответственно, включается в работу перевозбуждения, то тут уже ничего не поделаешь. Собака с врожденной зооагрессией и никуда с ней ничего не сделаешь. Приходится только так смотреть за ней. Друзья, смотрите, какая у вас, если у вас есть зооагрессия у ваших питомцев. А мы поехали на социализацию в город. Тора ищет машину. Ну ищи машину свою! Давай, ищи. Нюхай-нюхай машину. Где машины? Поехали. Иди сюда, ты че? Куда? Назад! Тора? Назад! Ты молодец. Стой. О, господи, что у меня тут творится? Ладно, прыгай. Ну, не лезь. Не для тебя. Поехали. Вот мы уже идем рядом. Торочка, ушки назад. Рядом, говорю. Хорошо. Сначала идем по улице без людей. Ну, так, минимальным количеством. А потом направляемся в центр города. Рядом иди. Там попробуем стоечку сделать. Ну, и потренироваться немножко. Стойка, стойка. Так, лапы. Сейчас поправим лапы. С этой стороны. С этой стороны уже лучше. Значит, ту лапу надо поправить. Только это все башка, кажется, больше чем. Стойка, стойка. Хорошо. Молодец. Ко мне? Ко мне? Лежать. Сидеть. Стоять. Дай мне лапу. Другую. Другую, давай. Хорошо. Тора впервые визит коня. Ох, это надыбилось. Она не знает, что это. Боится. И хочется, и колется. Все равно ждет. Вот ей интересно. Ну, я тебя подводить не буду, блин. Ты схлопочешь, блин. Ты еще сзади подойди, ага. Сзади нельзя, дурочка. Это не собака. Тора не знает, что это такое. Кто это? Скажи, кто это? Стоит, смотрит. Закрыла. Ну что, не знаешь, что это такое? Ага, трусиха. Конь какой-то мега, мега спокойный. Конь. Ну, фиг его знает, кем подходить даже не буду. Что, изучаешь? Что толку? Боится, все равно идет. Мега спокойный конь. Что? Боишься? Да, пошли дальше. Ага, что ты скулишь? Че скулим-то? Это не собака. Сзади нельзя подходить. Ну, туда нельзя. Там цепь. С коровами когда она виделась, она хотела играть. А тут, скажи, в два раза больше. Скажи, ну, в баню такую большую собаку, да? Ладно, пошли. Все, идем. Подожди, стой. Стой. Жди. Иди гуляй. Тора. Назад. 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 Назад, говорю. Далеко отбежала. Куда? Куда? Сюда иди. Сюда. Тора идеально управляется. По крайней мере, когда нет паней, да? Ладно, иди. Мы сегодня, наверное, с ней прошли. Км в 5 км в городу везти. Пришли уже домой. Смотрим, как мир нас встречает. Ну, что? Соскучилась? Так, стоп, я забыла пакет. Так, давайте домой. Мира любит только встречать. Больше ничего. Сама на улицу она идти не любит. Да? Правильно. Тепличная. Ты тепличная собака. Ну, конечно, надо разобрать пакеты. Все. Вот и пришли. Немного брутальности вам на видео. Кстати, зоогрессия это агрессия к животным. Не путайте это агрессией к сородичам, допустим, собаке к собакам. Скажите, что Тора устала-то? У таких пород, как Стафы и Питбули, у них очень часто встречается агрессия к другим собакам. Но это не значит, что их может быть агрессия, зооагрессия к другим животным. Кто-то беспокоился, как они уживаются уже вместе после драки. Вот как уживаются. Прекрасно. Милуются. Все хорошо у них. Мамка люлей выдала. И все у нас нормально. Ну ты Тора и чумазая стала. Все, говорите всем пока. Надо как-нибудь вас научить. Пока-пока. Пока-пока.